Ну что, зайки, видите, ножки закинула, ножки закинула, значит, я вам говорила, я вам говорила, что давным-давно ещё, что я хочу заснять видео про секс, да, про секс, такое откровенное видео со всеми подробностями, что и как, но это будет для донов, и поэтому это сейчас как бы такой маленький анонсик, что вот прямо сейчас выходит видео для донов о сексе. Так что, зайки, заходите в мою закрытую группу ВКонтакте, на Бусти и смотрите видео. ВКонтакте за 130 рублей подписку вы получаете доступ ко всем видео, на Бусти за разовую оплату. Вот, но мы сегодня с вами поговорим, поговорим всё-таки над тем, потому что как-то, если бы, знаете, если бы я просто выпустила видео, да, я сказала для донов, это как-то нечестно. И вот я решила с вами обсудить околосексуальную тему, а тема такая про то, когда люди воспринимают противоположный пол только как возможность именно вот вступить в половые отношения. Но я потом придумаю получше название, да. То есть, когда люди отрицают того факта, что, тот факт, что можно с мужчинами и женщинами общаться просто так, ну, как-то вот для души, да, что не обязательно думать или желать этих людей, да, там, желать с ними вступить в какие-то интимные отношения. То есть, ей, вот у меня, например, муж так считает. Я выросла, в принципе, и в семье, ну, в которой мне, наверное, бабушки вот эти вот, да, давали такую вот, как сказать, невербальную даже большую установку, что, значит, с мужчинами можно общаться только для этого, да. Вот, и они только это от тебя и ждут. Вот, у меня муж тоже такой же, да, вот, то есть, вариант, я понимаю, что, как бы сказать, как бы ни было, вот, у меня муж другого сознания. У него такое сознание более материальное, у него, вот, я это понимаю. Я вот, знаете, как объяснить, давайте сначала начнём. Я вышла из семьи простой, у меня простая семья, вот, я не хочу их обижать, так, когда я так говорю. Но сейчас, во взрослом возрасте уже, знаете, как-то ещё, уже немножечко развившись благодаря моему говорению активному, говорению, вслух, вы знаете, оно очень мыслительную деятельность развивает. Вот, то, что я на ютюбе делаю. И я вот как-то уже поняла, что я выросла в семье, от которой я очень сильно отличалась образом мысли. И как это так? Почему я? Вот как? Вот если это генетика, да, или это, может быть, я кого-то из предков, да, унаследовала какой-то особый образ мысли. Но я могу сказать точно, в моей семье мыслили по-другому, и мне закладывались другие установки. И у меня очень много было внутренних диссонансов, потому что у меня было, было как будто от природы одно мнение, а в семье закладывалось совсем другое. И я это сейчас уже прекрасно понимаю, я не отрицаю и не гноблю внутреннее моё «я», у которого какое-то другое мнение. Раньше я ему не доверяла и воспринимала установки семьи, а сейчас я себе доверяю. И в моей семье мне невербально, ну, скорее всего, от бабушек, потому что бабушки, конечно, со мной больше вели эти, ну, не то, что диалоги, но это как-то невербально, в общем, было. От бабушек давалась такая установка, что вот мужчины, они от тебя хотят только одного. Если они с тобой общаются, если они проявляют какую-то симпатию или ещё что-то, помогают, то есть что угодно, они тебя хотят вот это вот. Вот. И вы знаете, я очень долго жила с этими установками. Я фактически, ну, я хочу так сказать, эти установки искалечили, по факту, мои отношения с противоположным полом. Они искалечили, потому что, наверное, только вот к 30 годам я поняла, что на самом деле не всё так. Вот, не всё так. У моего мужа, кстати, точно такая уже установка в этом плане. Ну, он такой человек, у него духовная организация ниже, наверное, ближе, не самая то, что у него интеллект, высокий, но духовная организация у него такая же упрощённая, как вот у моей семьи, и у его семьи такая же упрощённая, какая-то вот такая потребительско-мещанская, я бы сказала. Я это вижу, я это прекрасно вижу, что я мыслей очень сильно отличаюсь от всех них и от большинства общества. Я понимаю, что у меня таких, как я, их очень, меня нас мало. Теперь мои видео-занятия «Красивая осанка» доступны ещё и на Boosty. Переходите по ссылочке и смотрите за донат все видео «Красивая осанка», продолжительность 3 часа 40 минут. Я каждому вышлю ссылку на скачивание файла, главное, не забудьте указать вашу почту, либо проверяйте сообщение на Boosty. Размер файла 13 гигабайт. А также вступайте в мою группу «Красивая осанка» ВКонтакте, там много чего интересного. Или подписывайтесь на Яндекс.Дзен, канал «Красивая осанка». В общем, короче говоря, я только к 30 годам поняла, что, оказывается, вот я не доверяла какому-то своему внутреннему чутью, что ли. И вот я выстраиваю отношения вот по этим родительским установкам, этому родовому какому-то сценарию, да. А и выяснилось, что оказывается, оказывается. Это совершенно, наверное, даже нормально, и даже, я думаю, что это признак высокодуховного развития, что с мужчинами, ну не только с мужчинами, я имею в виду, что если ты мужчина, то с женщинами, можно, оказывается, ещё и разговаривать, и не обязательно воспринимать их как партнёры. Но я вам хочу сказать, ну сексуально, да, полового, я вам хочу сказать, что до 30 лет, возможно, так это и было. Что вот я, например, вот встречаю какого-то мужчину, ну вот какого-то знакомого, или в магазине что-то, какой-то незнакомый, да, там, или ещё где-то. И вот ты начинаешь с ним разговаривать, и чувствуешь какое-то, возможно, смущение, или вот какой-то такой вот напряг. Но, наверное, с того момента, когда я начала вести свой YouTube-канал, вы знаете, вот что-то, наверное, как будто пробку прорвало внутри. Я разрешила себе принять себя, узнать себя, понимаете, и отвергнуть все эти установки родительские, родовые, общественные. И теперь вот я разговариваю с мужчинами на улице, а я их вижу как просто, как личность, как духу, то есть вот уже вот этого нет тут какого-то, да, такого отношения. Вот, но, к сожалению, эти вот установки, они у меня были, они испортили мне все отношения с мужчинами, вы знаете, они мне всё это исковеркали. Жутко, это страшно, это жутко, друзья мои, это жутко, что ты прожил 30, ну, ладно, я когда была ребёнком, а ещё это мы не будем считать, да. Но ты вот как бы прожил это время вот с пониманием того, что вот тебе навязали, что оказывается, если мужчина, ты можешь с ним общаться исключительно как с будущим половым партнёром, мужем и всем остальным. Это очень страшно воспринимать, как бы осознавать сейчас, потому что вот как объяснить, вот я даже мужу своему объясняла. Вот мне как женщине, женской душе как бы такого, ну, хотя я считаю, что у души нет вот этого какого-то эго, подсознания, нет пола, но мне интересно общаться с разными полами именно по той причине, что мне интересно брать от людей разную энергию. Я ведь с людьми общаюсь, мы и вы, общаюсь для чего? Чтобы брать энергию, чтобы находить родственные души, с которыми я не должна вступать и не хочу, понимаете, родственными душами не хочется вступать в половую связь и брать от них энергию. Вот у меня очень мало людей сейчас в окружении, и это только, кстати, женщины, и это печально, от которых хочется брать эту энергию. Вот я могу даже назвать Кристина из Питера, да, Саша Транделочка, мне очень даже интересно слушать её эти эфиры, просто слушать, я энергию беру. Вот у меня в Пскове была подруга одна, раньше я смогла от общения с ней брать энергию, а потом что-то случилось, и всё, я начинаю понимать, что у меня от неё идёт какая-то энергия, но она очень сильно отрицательная. Потом ещё одна есть девушка, но мы с ней что-то редко общаемся, тоже что-то я в какой-то момент почувствовала, причём мы с ней знакомы были так чисто наглядно давно, а общаться начали спустя много лет. И тоже я почувствовала, что я от неё могу брать энергию, какую-то свою позитивную, что интересно, что что-то взять такое, что-то есть в её душе близкое. Я вот, например, называла ещё девушку, с которой я не общаюсь, которая тоже занимается хореографией в студии, но мы с ней никогда не общались, но я всегда чувствовала, например, что у меня с ней что-то родственное. Но общаться мы с ней как бы не смогли, потому что у нас не какие-то вот, в общем, тоже какие-то вот, понимаете, да? То есть ты как бы ощущаешь родственную душу. Вот есть заблуждение такое у некоторых, вот, например, как мой муж, я мужа своего приведу, в пример, что если ты, вот особенно это касается баб, бабы-то типа дуры такие, вот бабы встречают, типа, ой, это моя родственная душа, мне с ним нужно обязательно там заняться сексом, да? Да? Это глупость, это глупость, это вообще инцест, это вообще инцест, понимаете? Получается, если ты встречаешь родственного человека и считаешь, что ты с ним, я не знаю, для чего, чтобы привязать его к себе, чтобы питаться от него энергией, я не знаю, но для меня это инцест. Вот для меня, например, мой муж, ну, как бы так, давайте эту тему немножко осветим, тему половых отношений, ну, просто вот со стороны именно приличной, духовной, да, скажем так, а неприличную оставим для дома. Для меня он не родственная душа, потому что, ну, мне с ним интересно иногда пообщаться, там, он много знает, да, но пообщаться с ним как с родственной душой я не хочу. Это, во-первых, он мне не родственная душа, он для меня муж, он для меня любовник, любовник не может быть родственной душой. Я ещё раз говорю, если вы из родственной души делаете любовника, это инцест, это то же самое, что с братом со своим, понимаете? Это ужасно для меня, вот для меня, моя душа, я сейчас говорю, я сейчас говорю не как человек осознанный, я сейчас пытаюсь вытянуть что-то по ощущениям, для моей души это инцест. Инцест, да, когда ты с родственником. Вот, с мужем, с моим, у меня очень хорошие отношения, я имею в виду гармоничные, как я считаю, половые, да, у меня немного было этих партнёров половых, извините, что приходится говорить, да, может, кому-то это слишком откровенно, у меня нет таких запретных тем, я человек такой, знаете, у меня, у меня очень интересное сознание, у него нет комплексов, да, но при этом я не пошлый человек, хотя я могу говорить абсолютно открыто на все темы, я человек не пошлый. У меня с моим мужем довольно-таки хорошее гармоничное отношение, вот, хотя он всё время говорит, что ему все женщины говорили, что он такой вот хороший любовник, да, скажем так, но это он просто, я его, он говорит, когда это, я ему, типа, ну да-да-да-да, типа, я, но это не так, это не так. Найти именно себе, для себя любовника подходящего, понимаете, вот, и вот это сложно, это сложно, и действительно, я по ощущениям понимаю, что, ну, то есть, у меня, для меня мой второй муж, это такой вот хороший идеальный любовник, вот, прям, вот, но это не родственная душа, с которой мне хочется говорить, ну, как-то, как с братом, да, это совершенно не то, это не то, я понимаю, есть люди, для которых это одно и то же, ну, вот, у вас такое, у меня нет, значит, мы с вами не, ну, у нас не то, что мы не родственные души, у нас, значит, разные миры, может быть, мы души разного порядка какого-то, разного рода, понимаете, я не знаю, я не знаю, как это объяснить, но вот в моей парадигме мысли это вот именно так, да. Я говорю ещё раз, у меня мало было отношений таких вот, ну, я имею в виду, половых, но они все были разные, и отношения с этими мужчинами тоже были разные, вот я хочу одного мужчину привести, в пример, как раз-таки, с которым я познакомилась когда, я сразу поняла, что мне этот человек нравится именно как, как человек, и я по своей глупости, я до сих пор об этом очень сильно жалею, что я с ним вступила в половые отношения, и это было ужасно, это было ужасно. У меня после этого у меня было ощущение, что действительно это вот, я что-то сделала неправильно, это вот как был, как инцест был, как с братом, понимаете. Во-первых, это было, это было ужасно, ну, с точки зрения всего этого дела, а во-вторых, извините за такую подробность, у меня даже, несмотря на то, что всё было безопасно, максимум, ну, там, понимаете, зачем, у меня кожа восприняла его кожу, у меня потом чесаться всё началось, нет, там никаких болезней не было, просто это было отторжение на физическом уровне, вот реально, как будто бы, я не знаю, как будто это человек, вот, с которым я никогда не должна была вступать в интимную связь. И я это поняла очень достаточно быстро, что я совершила такую глубокую ошибку, что я встретила человека, с которым мне было просто интересно пообщаться, поговорить, ну, как вот реально брат. В общем, я этого делать не должна была. Я, но, я, я, понимаете, я по обычаю вот этих вот бабушкинских установок, то есть, грубо говоря, ты встречаешь человека, тебе с ним вроде как интересно, а давайте, давай это, сразу это, да, как бы сказать, ну, не сразу, не суть, сразу, не сразу плевать, понимаете? Я очень потом сожалела, почему? Потому что я поняла, что я просто, я совершила реально какую-то непростительную ошибку, а человек реально меня воспринимал как вот, ну, человек, возможно, был ниже на меня, как бы, как то ли не за, по восприятию, не знаю почему, ну, возможно, тоже какие-то у человека недодумки, вот. Я поняла, что человек меня воспринимает исключительно как партнёра сексуального, а я к человеку так не отношусь, и, в общем, и всё, и вот разорвала с этим человеком отношения. Но мне человек был очень интересен. Как человек? Я с ним не хотела никаких отношений. Я даже с ним бы не смогла никогда их построить. Я это прекрасно понимаю. Человек употребляет алкоголь, ну и там так далее. То есть меня человек, именно как мужчина, с которым я могла бы иметь отношения и продолжать род, я его не воспринимала. Но отношения были уже всё. Это было, это вот всё. Пришлось их порвать. Их пришлось разорвать. Но у меня осталось такое, в душе такое осадок, я даже тогда не поняла. А поняла я спустя годы, когда уже установки бабушкинские, родительские сошли, и я поняла, что моё мышление подвергли насилию в детстве. Вот этими установками, что с мужчинами только можно, вот они от тебя хотят только одно, с ними только это. Понимаете? Это очень грустно осознавать, когда тебе уже за 30 лет о том, что вот тебе навязали какую-то установку твоей личность, а твоя личность, она совершенно лично и другого порядка. Я иногда даже скажу честно, я этого мужчину иногда посмотрю в интернете тайком, смотрю, и вот недавно я смотрела, он, оказывается, тоже стал, ну, как блог вести, ну, там, в общем, профессиональный блог. И я, когда увидела его, как он говорит на экране, я просто пришла в шок. Я просто, я даже не могу это сказать. Я увидела себя. Я увидела энергию свою. Вот представляете, как будто я в мужском обличии веду блог. Ну, там блог, конечно, не о том, он такой человек более лёгкий, не такой, как бы, как я. Я ещё раз говорю, там, как бы, немножко пониже, я думаю, всё равно уровень сознания, чем мой. То есть, как бы сказать. Вот. Но я увидела себя. Я увидела себя и подумала, охренеть, охренеть. Ты как будто мой брат. Как жаль, как жаль, как жаль, что, вот, меня до сих пор об этом жаль, что я, вот, ну, я не знаю, вот я говорю, я поддалась вот этим вот каким-то установкам, что если ты знакомишься с мужчиной, и он тебе как-то вот как понравился духовно, с ним спать надо, вот спать, и дальше там это семья, всё остальное. А если нет, значит, всё нет. И я так об этом жалею. Я так об этом жалею. Это так грустно. Это так грустно. Вот понимать, что ты вырос в семье, ты воспитывался в среде, в обществе, уровень сознания которого намного-намного ниже, чем твой. Намного ниже, чем твой. И тебе всё время приходилось перед этими людьми то ли оправдываться, то ли объясняться. Вот я иногда с мужем разговаривала на эту тему, вот он, и он тоже мне говорит. Женщина общается с мужчиной только вот, только так. Ну, или хотя бы мужчина общается, вот. И я ему пыталась донести, что у меня не так... Я понимаю, что со мной мужчина может общаться для того, чтобы со мной переспать. Но я пыталась ему донести, что я не для этого. А он говорил, нет. Он мне намекал на то, что ты просто этого не осознаёшь. Ты такая дурёшечка, которая просто не понимает, что на самом деле она хочет переспать с этим человеком. Ну, как бы вот просто придумываешь. А на самом деле ты со всеми хочешь спать, если ты с мужчинами общаешься. И я вот, я как будто оправдываюсь. И я потом понимаю, что это бессмысленно. Я как будто вот просто говорю в пустоту. Не понимает человек, о чём я говорю. И я тоже самое, кстати, иногда смотрю. По своему блогу я что-то рассказываю, рассказываю. Потом смотрю комментарии. Для кого я это рассказываю? Там вообще, там вроде даже человек ничего плохого не пишет, не оскорбляет. Просто какой-то комментарий написал, даже поддерживающий. Но вообще по нулям. Мимо. Мимо того, что вообще я хотела сказать. Понимаете? И вот это, вот знаете, после 30 лет ты начинаешь понимать, что надо очень ценить людей, которые к тебе приходят в жизни. И ты понимаешь, что это твоя как будто сестра или как будто твой брат. Это надо очень ценить. И уметь это разглядеть. И не испортить. Не испортить отношения с этими людьми, этими всеми сексуальными пошлостями. Понимаете? Вот этим вот сексом. Понимаете? Не испортить. Не испортить. Потому что я всё-таки в это верю. Как бы это не звучало смешно? Но я верю, что мы не просто с вами какие-то животные, понимаете, спаривающиеся, да, время от времени, да, ради продолжения рода. Я верю в то, что есть, ну, душа, не душа. Но что-то есть. Что-то есть такое, что выше этих животных инстинктов. Понимаете? Выше. Выше тела. Хотя всё друг с другом связано. Пишите, зайники, пишите, что вы об этом думаете. А я останусь наедине со своими мыслями, как говорится, как всегда, погрущу. Погрущу, что... Ну, что, а что грустить? Слава Богу, хотя бы вот сейчас, в 34 года, ты как-то начинаешь понимать многие вещи. Вот. Многие вещи начинаешь понимать. А вот, кстати, знаете, вот я сейчас вот так вот думаю, а вообще у меня есть среди моих знакомых какие-то вот мужчины, с которыми вот я иногда их встречаю на улице, и вот я смогу с ними поговорить. Вот ими единственное, кто приходит в голову, у меня такой препод был в институте, в ПИИ, информатику, информационную технологию он преподавал, Александр Михайлович. Вот я его встречаю, когда на улице, он у меня постарше, там, может, лет на сколько? Или это, может, на 5-6, вот так вот. Вот так. И мне с ним интересно поговорить. И помню, говорю, этот случай, я его рассказывала, этот случай, я его в поезде встретила. Меня муж... Я с ребёнком ехала, муж посадил меня на поезд и стоит в окошко смотрит. А и он в моём вагоне, прям вот. И он подошёл ко мне, что-то мы с ним стоим, разговариваем. А я разговариваю с ним, мне с ним интересно очень поговорить, потому что он там увлекается йогой вот этим всем. И прям послушать, интересно, у него так это мысли. Ещё с института, я помню, мы там общались, у меня подружка Диана, и вот мы всё с ним общались. Было интересно как-то, он был у нас немножко постарше, но всё равно был такой молодой душой. И вот сижу в поезде и думаю, вот муж смотрит и думает, что это за мужик рядом с ней? Я уже начинаю понимать, что мой муж, что он может подумать. Я же понимаю уровень его мышления, понимаете? Вот, и вот я сейчас говорю, я так сейчас подумала, думаю, вот с кем я, вот есть у меня вообще знакомые мужчины, с кем я могу вот так вот. А вот только я с Александром Михайловичем. Я его встречаю, когда я его даже, видите, по имя-отчеству называю, Александром Михайловичем. Вот, ну, потому что студия... Вот, а так, а так... А, ну, кто ещё этот, как его этот... Господи, который портрет этого Пскове рисует? Тоже мужик, интересно с ним поговорить. Он хоть и старичок уже, как его? Ой, забыла. Забыла, как с его? Как его? Тот, который на Пскове-то ходит. Сергей? Сергей? Господи, забыла. Ну, и портрет, помните, рисовал? Или как? Ну, ладно, забыла. Вот. Понимаете, интересно поговорить. Интересно бывает иногда с мужчинами поговорить, потому что у мужчин, у них может быть своя какая-то... Нет, я не верю в пол. Вы понимаете, у души нет пола. Понимаете? Когда идёт общение на уровне ментальности, там пола нет. И там секс не может быть, Зайники. Я всё-таки считаю, Зайники, что вы заблуждаетесь, когда вы... Я считаю, вы заблуждаетесь, когда вы говорите, что вы духовно встретили человека, с которым вы... Вы взаимодействуете духовно, и вы ещё и сексом с ним занимаетесь. Тут что-то не клеится. То ли вы сексом заниматься не умеете, то ли духовности у вас нет. Ну что-то тут вот, что-то есть. Понимаете? Потому что я вам ещё раз говорю, мне в жизни встречались люди, с которыми духовно, и с ними не может быть идти речи о сексе. Ну не может там. Ты встречаешь этого человека, он тебе как брат. Какой секс? Он тебе как брат. И другой вариант, когда вот, ну понимаете, я поэтому, я думаю, что вы где-то там вы лукавите, Зайники. Вы лукавите. Я говорю ещё раз, вы то ли сексом не умеете заниматься, то ли это... Духовность у вас никакая. Друзья мои, мой канал нуждается в вашей поддержке. В первую очередь, это ваши лайки, комментарии и подписки. Также вы можете угостить меня чашечкой кофе, перечислив ваш донат напрямую мне на карту или воспользовавшись сервисом Donation Alert. Все ссылки в описании видео. А для самых увлечённых зрителей у меня есть уникальное предложение. Стать моим доном в группе ВКонтакте Невротичка Оля. Нажмите «Поддержать автора» и введите любую сумму, удобную для вас. И вы получите доступ к эксклюзивным видео о моей личной жизни, психологическим разбором на примере моих ситуаций. Будьте готовы. Эти видео слишком откровенны. Люблю, целую. Ваша Невротичка Оля. Субтитры создавал DimaTorzok